Доброе утро, дорогие друзья! 8 часов утра на часах, и мы принимаем эстафету добра у отца Андрея, у отца Назаря. Мы приехали сегодня в социальное дело для того, чтобы забрать продуктовые наборы, забрать денежку, которую приготовил Владыка Митрополит, для пенсионеров, которые не могут себе позволить купить лекарства или продуктовые наборы. Мы продолжаем знакомить всех наших зрителей с деятельностью Одесской епархии, чтобы они соприкоснулись с тем, что мы делаем. Чтобы показать тем самым, что люди нуждаются, есть для кого трудиться, и что каждый из вас также имеет людей вокруг себя, которые также нуждаются в этой помощи. И несмотря на трудные минуты, которые сейчас происходят в нашей стране, помощь должна всегда оказываться. Ну что, поехали? Ну что, мы получили уже пакеты от социального отдела. Грузим в машину. Грубленькая сумма выходит, когда зайдешь в магазин и выходишь где-то. Главное, есть масло. Думаю, бабушки будут довольны. Ну что, дорогие друзья, мы получили прошение людей, получили денежку, которую приготовил отдыха митрополит, адреса, куда мы едем, передаю отцу Валерию. Я буду за рулем, а отец Валерий будет уже всех обзванивать и договариваться. Так, кто у нас первый человек? Лидия Борисовна. Сейчас будем связываться с ней. Поставим в известность, чтобы человек был в курсе. Мы когда вчера всем звонили, что мы приедем, все очень ждут, благодаря от митрополита, что очень быстро и во время карантина они могут получить продуктовые наборы. Поэтому пиарим добро вместе. А вот, Лидия Борисовна, здравствуйте. Это Валерий. Вас беспокоит с Одесской епархией. По поводу помощи, которую вы подавали. Да-да. Мы уже собрались, чтобы приехать к вам и помочь. В ближайшее время у вас получится нас встретить? Получится. 10 минут. Хорошо, где-то... Я буду не гадывать вас. Мы в течение где-то 10-15 минут будем у вас. Сейчас вы выйдете или... Хорошо, хорошо. Сейчас, значит, скоро будем уже. Ворота уйдем. Да-да-да. Хорошо, это да. До встречи тогда. Ну что, едем? Приехали мы на Запорожскую с отцом Валерием 19. Квартира 17. Евгения Федоровна. Очень трагическая у нее судьба. Родных, близких нету. Сирота. Сын умер. Муж умер тоже. Осталась одна. Еще ни разу не обращалась к владыке-метрополиту. Первый раз. Привезли ей денежку. И продуктовый набор. Ждем. Сколько таких случаев, когда люди сами... Один на один остаются со своими проблемами. И никто им не нужен. Это самое... Самое ужасное, конечно. Когда ты брошен, так сказать, на растерзание собственных обстоятельств. Ну что, я не знаю. Хорошо. вас и для нашей так сказать архивной статистике подпишите конечно владыка у меня нет слов ребята вы понимаете молодые должны учиться вот должны учиться ну это все подарки от теле евгению федоровну очень печальная ситуация у одесситов сложно жить особенно время карантина женщина не может выйти на улицу для того что все закупить продукты и вот мы приехали привезли сожалению реалии такие что человек не живет приходится выживать формальную подпись для архива нашего социального дела а не надо писать получила там не не просто подпись мы делаем тоже статистическую сводку кому помогли это вам продуктовый набор спасибо вам большое дай бог здоровья это от владыки митрополита лежит любите это вам за лекарствами большая помощь ангел охранителя не болейте до свидания спасибо бог богу благословение на оказание материальной помощи мне связи с дорогостоящим лечением которое я должна проходить один раз в месяц диагноз рак легких 4 стадии с метастазами скелет большое спасибо за помощь то хранит вас господь от владыки митрополита вручить вам помощь это продуктовый набор да здравствуйте как у вас дела как здоровье так можете для нашей а в статистике это я так 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 все 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 как у вас самочувствие как было спасибо вам все живем дышим спасибо вы помогаете спасибо все ангел охранителя любите спасибо спасибо дай вам здоровья господи господи дай вам здоровья спасибо господи ангел охранитель спасибо даем вам помощь задержки и память это вам продуктовый работ если хотите давайте поможем вам донести вкус он тяжелый а мои соседи да тоже тоже взяли если вам не сложно пожалуйста им тоже потому что они обе стоят им плохо было хорошо мы сейчас принесем вы распишитесь за свою помощь спасибо большое спасибо здравствуйте у нас мы подошли бы к вам ну ничего спасибо я уже здесь хорошо ну уже сошли ну я подумала что судить надоело вот согласно вашему прошению поставьте вашу подпись на подпись и вот здесь можете здесь Сейчас поможем вам донести Как вы себя чувствуете? Очень хорошо, это прекрасно Ваша помощь Мы донесем до двери Вы молодые, здоровые А Валентина Михайловна туда Спасибо вам большое, Бог вам здоровья Ангела-хранителя, оставайтесь с Богом Божьего вам благословения Ангела-хранителя Вы видели эти две прекрасные бабушки Они обратились на наш канал с помощью И уже они обратились вчера Уже сегодня мы им привезли помощь Чтобы они могли во время карантина Прожить продукты питания и денежки на лекарства А той помощи, которая им нужна Мы узнали как раз из комментариев На Одесскую епархию Поэтому мы всегда стараемся Обращать на это внимание Чтобы помочь каждому, кто просит Нуждается в этом По мере нашей возможности Так что подписывайтесь на наш канал Одесской епархии Для того, чтобы видеть в комментариях Кому нужна помощь И помогать ближним Помогать друг другу Это то добро, которое в Великом посту Стоит и нужно делать О, да? Ирина Валерьевна? Да Это вас беспокоит с Одесской епархией С церкви по поводу помощи Вашего прошения Мы в ближайшее время сейчас подъедем к вам Скажите, вы нас у Ворота можете встретить? Да, конечно Все, значит сейчас будем где-то минут через 10-15 Ага, хорошо Все, тогда до встречи Да, до встречи Как у вас самочувствие? Ну, получше, спасибо Слава Богу С Валерием еще сколько-то Это материальная помощь Ваше прошение Спасибо Спасибо Друзья, призываем всех вас Снимать видео Как вы делаете добрые дела друг другу И видео ставим под хэштегом Пиарим добро вместе Таким образом мы свидетельствуем Несем такое благовествование 21 века Свидетельствуем о том, что людям нужна помощь И каждый из нас имеет возможность эту помощь оказать Пиарим добро вместе Друзья, у нас остался последний адрес Мария Даниловна Она похоронила своего внука Своих детей Осталась одна И пишет, что она не может выйти за продуктами И за медикаментами Поэтому мы кроме продуктов Ей будем вручать еще и медикаменты Ну и деньги, которые она будет платить социальным работникам Для того, чтобы они смогли купить ей дальше продукты, медикаменты Пишет владыке митрополиту, что не хватает денег на пропитание Все деньги уходят на медикаменты И оплату жилплощади Потому что своей жилплощади у бабушки, к сожалению, нет Я смотрю, что у вас сегодня достаточно много было адресов, к которым вы проехали Или что-то еще осталось? Да, мы за первую половину дня проехали 12 адресов Осталось еще 4 адреса, которые я вам передаю Ну я хочу сказать, что мы с удовольствием присоединимся Потому что все к этому позволяет Сегодня хорошая погода Слава Богу, у нас есть время И мы обязательно постараемся сейчас с Божьей помощью проехаться По тем, кто нас ждет Ну и передать помощь, которую мы приготовили Потому как, знаете, вопрос, что у нас на столе, всегда актуальный Особенно этот вопрос актуальный у людей уже преклонного возраста И поэтому, для того, чтобы эти вопросы их не беспокоили Мы направляемся к ним Все, ангелы, спасибо До свидания Ну все, звоним Ну что, друзья, мы уже направляемся по первому адресу Конечно, читаешь прошения, которые подают Понимаешь, насколько, конечно, людям тяжело И, как я уже сказал, это в первую очередь касается уже людей пожилых Преклонного возраста, пенсионеров Ну, слава Богу, Господь дает возможность И что-то привезем, чем-то поможем Передадим от нашего митрополита Гафангела помощь И уверен, что для них это будет подспорье Вот первый адрес Мария Даниловна В связи с плохим здоровьем У меня это жилой площади в октябре Мария Даниловна, добрый день Добрый день Это вас беспокоит в церкви Батюшка Максим А, да, я так еще была там Да, мы сейчас к вам направляемся У нас есть небольшая вам помощь Продуктовый набор Хорошо, мы когда подъедем, мы вас наберем Мы в церкви От владыки митрополита Гафангела Он просил сегодня передать вам, во-первых, небольшую материальную помощь посильную И продуктовый набор Конечно же, помимо этого еще И еще, конечно же, и слова поддержки И пожелания, чтобы Господь укреплял ваше здоровье И чтобы вы всегда знали и помнили Что кто, как ни церковь, всегда будет с людьми И с теми, кто ждет и помощи, и поддержки И поэтому сегодня, несмотря на то, что Есть определенные ограничения по передвижению в городе Мы все равно, тем не менее, приехали к вам Для того, чтобы передать вам вот эту посильную помощь Спасибо вам, дай вам Бог здоровья Господь, Господь, Бог хранит Господь, Господь, Бог вас обидит За ваши труды Пошу благодать Мы все делаем по-евангельски По-евангельски Поэтому сегодня здесь с вами А вы в свою очередь тоже Вы в свою очередь тоже Крепитесь, не болейте Старайтесь, старайтесь, когда Когда чувствуете Старайтесь, когда чувствуете какое-то внутреннее беспокойство Молитесь Богу, Божьей Матери И обязательно И покроет, и защитит, и поддержит вас в вашей жизни Спасибо вам большое Скажите, можно вас попросить небольшую формальность Нужно просто здесь расписаться, что Это ваше прошение Что вы получили Помощь получила Спасибо вам большое Спасибо вам большое Еще раз Крепитесь, здоровья вам Не унывайте, не унывайте Еще раз повторюсь, что В случае чего всегда молитесь Еще раз передаем поклон от нашего владыки Митрополитога Фангела Пусть вас Бог хранит Знаете, что Помимо того, что владыки Направляет адрес на помощь Владыка еще и молится о здравии И призывает нас всех это делать Ну все, оставайтесь Богом Ангел-канит Это было не легко, но мы нашли Мария Данилова Здравствуйте Это было не легко, но мы вас нашли Да Вы приезжали в храм Для того, чтобы вас не утруждать Мы решили привезти вам на место То есть к дому Поэтому примите продуктовый набор Мы вам поможем занести Давайте Потому что достаточно тяжелый Спасибо 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 И небольшая и продуктовый набор Это, скажем так, символ нашей Забота нашей церкви И владыки о тех людях, которые в этом нуждаются Вот Вы в свою очередь Вы в свою очередь помните, что Я писала Да, вот упрошение Единственное, что небольшую формальность Небольшую формальность Попросим написать, что получила Хорошо Да, да, да Держите Давайте вот так Вот здесь, да? Да, получила Подпись есть Ну что Мы желаем вам крепкого здоровья Не удавайте Спасибо Всегда помните, что Тот, кто обращается к Богу с молитвой С прошениями То, что на сердце Господь всегда поможет Чего мы вам и желаем Здоровья, крепости Не обращайте внимания на сегодняшнюю такую панику Которая возникла В связи с определенными обстоятельствами Вы поймите, что я прошла много разных путей И война отечественная Голодовки Перестройки Все Это вот Все прошло Спасибо большое Вот вы знаете Для нас, для молодых Как раз таки Вот такие Жизненные примеры О которых вы говорите Они весьма важны Для того, чтобы Мы не панике Поддавались А какой-то рассудительности Да Ну и конечно же Уповали на помощь Божию Вот Господь своих людей Никогда не оставляет Всегда и поможет И поддержит Укрепит в трудную минуту Поэтому Я думаю, что и вы сегодня в этом убедились Храни Господь До свидания Спасибо Всего вам доброго До свидания Ну вот так получается, что зачастую Дела добра и милосердия Они остаются лишь только на словах Вот Мы не хотим сказать, что Мы делаем что-то сверхъестественное Мы делаем то, что в принципе должны делать Наверное все люди Поэтому Дай Бог, чтобы Вот такие посещения Помощь Они лишь только Кого-то сподвигли На что-то подобное Поэтому Уверен, что Тот, кто Тот, кто себя все-таки Как-то понуждает К добру И к тому Господь тоже Добро посылает Собственно И вас Дорогие друзья Мы призываем К подобному Вот так вот Друзья Люди обращаются В епархию И хочется сказать, что Для многих людей Это единственная надежда На то, чтобы Скажем так Ближайший месяц Как-то прожить На первый взгляд Может быть оно Ничего особенного В этих Продуктовых пакетах Но Вот как рассказывают Даже Сами люди Которые получают эту помощь Им хватает на месяц Им хватает на месяц Поэтому Слава Богу Что Господь дает возможность Силы, здравия Мы это используем Для того, чтобы Для тех людей Которые в этом нуждаются Ну собственно Как бы и призываем Всех остальных Я думаю, что сегодня Самое актуальное время Так как собственно И всегда Проявлять свою И заботу И помощь И оказывать Оказывать эти дела Милосердия Пиарить добро Вот Для тех, кто в этом нуждается Едем дальше Это ваша дочка Да Это вот Пять детей Да, воспитывают Пять пацанов Молодец Пять мальчиков Вот помог бы Да, написал Да Ну это не мой А где написал Ну вот здесь Вот принял От нее или как Так как Вот подпись Просто А, принял Полностью Или У меня та фамилия Да, у одного из ребенка Он в Киев должен был поехать На операцию А не поехал Из-за эпидемии Должен был В четверг поехать В этот Какой у него В возрасте Три месяца Четыре то есть Он еще Грудной Маленький Пять операций Так все И бери Все 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 Это ли на сердце Да или что Зайча Бома Оператор 28 лет Зашляет Понятно Ну что же Передавайте тогда И поклон Она только что Мне позвонила Что я Кот сказала Ага Была открыта Ааа Когда мы больнились Ну все Тогда Может помощь Вам и ваша Ручку вам дать Или вам Да нет Спасибо Спасибо Ну видите Как обратилась Многодетная мама С просьбой о помощи То есть Можно представить себе Что Насколько сегодня У людей бывает Трудно Сложно Что Вот Обращаются Чтобы помочь И деткам Конечно Особенно В этом случае Пять детей И младшие С патологией Родился Конечно же Слава Богу Что у таких людей У них еще есть надежда На Бога На церковь Ну собственно То что мы Сейчас сделали Так что Одно Другой случай Под роликом На ютуб-канале Епархии Это двое Людей Инвалидов Обратились Через ютуб-канал Через комментарии Одесской епархии За помощью Потому что У них не было Возможность Лично Поддержать Прошения И попросили Поддержать Них Вот И всяко Через Социальный отдел Одесской епархии Связалась С этими людьми С инвалидностью И помогла Так же Как-то образом Поддержали Эту тяжелую ситуацию Конечно же Посильные Потому что Ресурсы епархии Они тоже Не бесконечные И Церковь Сколько можно Так и помогает Поэтому Как бы С одной стороны Еще и показывать Пример Для всех желающих И прихожан И членов церкви И тех людей Которые возможно И совсем себя Ассоциируют Церковью Чтобы так же Помогать Поддерживать Особенно Тяжелую ситуацию Когда Сейчас просят Старых людей Не выходить Из дома Чтобы люди Старались Помогать Поддерживать Может в подъезде Кого-то есть Родные Близкие Которые нуждаются Дальние Знакомые Или незнакомые Люди Повод Познакомиться Помочь Каким-то образом Посильно Не будет лишним Проявить Такую заботу Ну да Слава Богу Что Многие Обращаются В социальный отдел Предлагают Свою помощь Тем самым Через Социальный отдел Через Епархию Через Духовенство Тоже Участвуют В помощи Этим людям Которых Можно в социальный отдел Предложить Свою помощь И социальный отдел Направить Нуждающимся Этим людям Координационный центр Есть Где Все это Распределяется Может у вас есть желание Но это Казать возможность Реализовать Наверное Это показатель Что В ютубе Прокомментировали Ролик И вот Скажем Как Реакция была Дух поступил Сигнал И отреагировали Обращайтесь Воспомогайте Делайте добро Слава Богу Сегодня День завершен Мы Посильно Что могли Сделали И В дальнейшем Надеюсь Что Будет поступать помощь А мы Эту помощь Будем направлять И Тем людям Которые не нуждаются Спасибо вам Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok